Расскажи про баррикады немножко. Про баррикады? Окей, у нас 29 зрителей. Здравствуйте. Я немножко не причёсан. Меня зовут Илья. Я хочу рассказать что-то про баррикады. На которых ты был какого декабря? Какого декабря? Я был 11 декабря на баррикадах. А 10-го я даже немножко охранял баррикады. Ну, хорошо, что ничего не случилось. Хорошо до беркота, что ничего не случилось. Потому что у меня очень музыкальные очень крепкие пальцы. Я музыкант. И, к сожалению, ничего 10-го не было на Майдане, где хорошо. А 11-го я особо ничего не делал, только немножечко... Потолкались? Немножечко, да. Но абсолютно мирно. Абсолютно законно. Я не толкал миссионеров. Я толкал людей, которые попросили меня, чтобы я их потолкал. Абсолютно. Окей. Про цирк, пожалуйста. Теперь про цирк. Теперь я хочу заняться изобличением, или обличением, правильно будет говорить, циркового общества, как пример общества, которое хочет построить президент Украины. Один из президентов Украины. Я работал в оркестре цирка. Действительно, там очень интересно все. И в оркестре, и в самом цирке. И вот, когда, когда, например, дирижер оркестра... Я, кстати, не говорю, какого цирка. Чтобы не было ощущение, что я хочу заварить какой-то определенный оркестр. Ведь оркестров много, и цирков много. И когда, когда дирижер заходит, серьезно, когда он заходит... Например, ты едешь с ним в каком-нибудь маршрутке. Ты общаешься, он тебе что-то говорит. Естественно, немножко свысока, но без понтов. И как только он приступал в порог цирка, потому что там начиналось его падение, и он был супер-супер деспотичный. Он делает, что хочет. Он там бог, царь, он может... Например, один человек пришел к нему, сказал... Отпустите меня, пожалуйста. У меня у отца суть. Можете, могу я завтра поехать в Кривой Рог? К отцу, потому что у него суть. А он говорил, например, Боря, чем ты им можешь сейчас помочь? И... 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 И вот... Ты ничего не можешь сделать. Тебе кажется, что ты там работаешь навсегда. Ты будешь там... Ты пришел в 20 лет, и ты уйдешь оттуда в 60 на пенсию. Ты не можешь... Ты не можешь защититься никак. У тебя должен... Полностью рабочий день, только посвящен цирку. Выходные, а вдруг надо репетировать. Ну, короче, никакой свободы. Когда выходит, ты дежурь из... из цирка, да? Или кто-то, кто работает там. Так как, например, президент. Когда он выходит за пределы своего общества, которое он построил... Он становится слабым, незащищенным. Он не может связать двух слов. Он боится сказать гардеробчице... Он меня вообще слышит? Да. Он боится сказать громко гардеробчице, на него кричат, он еще не слышит. Шо? Что? Говорите, громче. И... Вот такого плана... Такого плана... Я это уже видел. У меня есть ощущение, что я... Я уже знаю, что... что происходит. Интересно? Ну, на самом деле, в таком церкви как быстро надоело тебе? Мне сразу надоело. Ну, наверняка, сначала ты этого не знаешь. Когда я молодой, ты не понимаешь, что это. У меня сознание, когда ты пришел там, после училища музыкального, тебе кажется, что так должно быть всегда. Так другого нет. Сравнить тебе не с чем. Информации нет. Как в других местах. И ты должен... Что ты можешь сделать? Это просто подчиняться. И чем больше на тебя кричат, чем больше от тебя требуют чего-то, тем больше как бы ты привязан к этому. Нет ощущения, что ты хочешь отойти от этого, бросить и уйти. Наоборот, у тебя есть какое-то ощущение, что ты, может, не прав, что тебе нужно как-то разобраться, что-то сделать. Ну, может, здесь нет конкретной аналогии в данном смысле. Но потом все-таки рано и поздно приходит пробуждение, когда ты понимаешь, что жизнь все-таки лучше, чем я пытаюсь построить в закрытых сообществах. Окей, об этом мы... Об этом мы поговорили. Мы поговорили. Но у меня еще такой вопрос к тебе. Почему ты киевлянин? Вот сколько времени приблизительно с первого момента, как вышли люди на Майдан, когда ты вошел и сколько времени ты проводишь на Майдане, чтобы здесь было... Мы сейчас греемся. Наконец-то поужин или час ночи. Сколько времени ты проводишь в Майдане? Я не был первый день, 21-го. Я пришел 22-го, и пока первое, как бы, 22-го я пропустил, может быть, до сегодняшнего дня, может быть, на четыре. То есть за пять недель четыре дня? Где-то так, я думаю, может быть, где-то так. Но я не прихожу на целый день. Я приходил, когда была опасная ситуация, когда был штурм и все дела. До штурма, когда были войска... Нет, я не пришел. Ты не пешком пришел. Я приходил, потому что объявили мобилизацию. Я пришел до штурма. Ты тогда пришел пешком? Или как ты помнишь, ты приехал тогда еще на метро? Ну, как? Майсестра живет в Север-центре. Я пришел пешком, да. Просто мне тут два шага от ее дома. Ага. Но я не пришел не по интернету. Я пришел, потому что объявили мобилизацию оппозиции на час штурма. Я пришел ровно в час. Когда пришел судебный исполнитель, мы пришли с моим знакомым, с моим родственником, защищать мои даты, скажем так. Потому что, да, мы пришли, когда пришел судебный исполнитель, как это называется, зачитывать там дела свои. Очень интересным способом. Она стояла, я не знаю, показывали это где? Она подошла со стороны судна и начала... Она стояла в окружении милиционеров и тихим голосом, без рупора, у них был рупор, но она не спорила. Читала какие-то бумажки сама себе. Просто не там, где люди, она просто читала. Ну вот. Я немного времени... Тогда я провел многое. Тогда я был до конца, пока там я мог стоять. И до этого мы стояли ночью тоже. Всю неделю-то я приходил по ночам, но как бы я стараюсь сейчас приходить вечером, потому что днем много или больше, или вечером меньше. Если могу ночью. Но сейчас я немножко так больше сачкую. Ну, потому что казаки приехали, здесь митин и... Казаки давно уже здесь развивались. Ну, да. Но их больше и больше становится, на самом деле. Они приезжают сменами. Вот. То есть люди вахтят тут по полсела. И главное, чтобы была организована там доставка топлива для генераторов, еды, и народ будет стоять, на самом деле. Мне кажется, что как по себе, по моим силам, я могу тут стоять, насколько надо. Я же стою здесь, я прихожу сюда. Приходить сюда я могу. Я думаю, последним человеком, наверное, я буду. Потому что только если будем стоять, есть смысл. Правильно. Да. Ничего хорошего само не случится, если мы уйдем сегодня или через полгода. Пока мы стоим, существует центр сопротивления, есть какой-то правовой, как говорят люди в интернете, что это самое безопасное место на Майдане. Ну, в принципе, потому что вот эта вот система какая-то взаимного доверия, самообороны и еще чего-то, она такая, достаточно сильная здесь. Такого братства какого-то. Поэтому надо здесь быть. Я не вижу ничего, никаких изменений. Все там нормально, все регистрируется. Еще раз повтори кто-то такой, потому что у тебя уже 53 зрителя, и в чате спросили привет, а кто этот человек? Меня зовут Илья, я почти никто. Я музыкант. Ты здесь? Джазовый, в Латиноамерико сальсовый. И я случайно сидел... Киевлянин. Киевлянин. Извините, что я не говорю по-украински, но не сейчас. Сейчас я устал, не хочу никого напрягать своим акцентом. Окей. Расскажи, пожалуйста, ты очень интересно рассказывал, каким образом поисков был штурм баррикад? Потому что ты был там. Там было еще много людей. Ну, я понимаю, но твои ощущения? Это был момент в моей жизни самый страшный пока что. По сегодняшнему. Может быть, просто я очень пыливый. Нет. Мы пришли и собирались с Ваней, собирались охранять Майдан каким-то способом. Но Ваня немножечко сильнее меня физически. Ну, вот. И потом там были Поруби. Всем руководил, как все знают. Прекрасно. И очень сильно впечатлил меня. И вдохновлял нас всех на спокойствие. Конечно же, это спокойствие пришло, может быть, там чуть-чуть. На следующий день. Но, ну да. Иначе начали штурмовать с Европейской площади. Заняли баррикады. Сняли их, наверное. Нам не было видно сцены. Было видно только шашки дымовые, которые они пускали. А потом они появились на позе сцены. И мы их... Ну, я медицинеров не трогал, естественно. Что я могу с ними сделать? Я трогал людей, потому что я их немножко сдерживал людей. Потом они быстро прорвались. Ну, было очень ярко, когда люди держались друг за друга. И получалась такая немножко путь чем, но... Это было на Институтской. Это было позже. Это было уже, когда они штурмовали баррикаду. На Институтской было очень сильно видно, как они газы использовали. Вот именно там, где я оставил нас. То, чего... Потом нас наутро потом все говорили, что вообще спецсредства не использовали. Вообще все было... Типа, мирно и хорошо. Мирно, прекрасно. Но они даже, во-первых, под сцены били по голове. Немножко дубасили. А там они... Чем они били? Это важно. Они били дубинками. Дубинки бывают двух видов. Да. Но когда тебе светится фонарь в лицо, там у них человек был специальный, не знаю, что сказать... Случайный. Случайный, который светил очень ярко в лицо фонаром. И ты ничего не видишь. Ты видишь человека, который находится на расстоянии двух метров от тебя, или там трех, не знаю, сколько ты подошел. И он просто светит в каждом его лицо вот так вот, как будто тебя хотят посмотреть. На самом деле тебя просто блокирует все, ты не видишь. Потом... Ничего. Ну и там плохо видишь. Они били... Да, я знаю, что есть два вида дубинок. И... И... И какие там они используют... Ну и откуда я знаю. Я знаю. И Ленка разбили голову. Это я знаю. Потому что он потом появился на сцене. С сбитой головой. Ну вот. А газом они очень сильно... Очень сильно. Они лично пользовались. На Институтской... Такие... Облака стояли. Периодически. Так, чтобы не было видно ничего. Я подошел после последней атаки, именно газовой. Какой газ был? Не знаю. Я думаю, да. Потому что людей выносили много. Ну, это же так давно было уже. Все знает, все это зафиксировано. Так что я ничего нового не скажу. Но людей много выносили. Они в основном были в не очень хорошем состоянии. Потому что им... Там кто-то рассказывал, что просто... Те, кто стоял впереди в масках... Они просто в глаза... В упор... Вспыляли газ. И выносили. Я помню мужика, которого вынесли... У него не было никаких следов насилия. Ничего такого. Типа крови не было. Но он просто не мог ходить. Потому что он, видимо, только надышал с этого газа. Кто-то из... Самообороны... Его вынесли. Сверху передали по рядам. И положили где-то там... Рядом. Медики там с ним еще... Общались. То есть внутри лагеря? Это было на институтской. Ну да. Его потом переместили внутри лагеря. Наверное. Я не знаю. Он лежал на бордюре. Они пытались там... Перевести в чувства. Он был в чувствах. Но просто вообще не мог двигаться как-то. Ходить. И после последней атаки. Даже когда я туда шел туда. И начал немножечко участвовать. Газа уже не было. Его не было видно. Но на утро я проснулся. И еще целый день. Оказалось, что я наглотался газа. Потому что там просто воздух облывал. Наверное, столько же, сколько газа. На самом деле. Ну да. Это не правда говорят. Особенно просто средства. Когда они используют запрещенные пластиковые бубинки. Вместо резиновых. Которые разрушены. И получается, что те травмы, которые люди получают. Вот эти разрубленные головы. Бубинками. На самом деле. По причине, что. Именно наш Беркут использовал запрещенные вообще. То есть, эти спецсредства. Запрещенные для. Самоборона говорила, что у них есть какой-то там. Там какая-то дубинка со стержнем. Это мало того, что это пластик возможно со стержнем. Так еще и это не просто. Ну, то есть, разгоняют резиновой дубинкой, которая более мягкая. Ну да. Дубинка оставляет синяк. Типа, она что-то сгибается. А это разрубает головы. Проламывает их. То есть, это совсем другое оружие. Уже. Угу. Что у тебя еще? Ну, как бы, самый страшный день. Это, да. Самый страшный, да. Самый страшный когда? Сама страшная ночь. Ну, эти тараканы, конечно, они боятся света. И вот они все свои эти темные дела делают темное время суток. Ну да. Я знаю, что многие люди, которые потважнее меня, они, конечно, сказали, что они ничего не чувствовали такого плохого. Это что означает? Чувствовать всех зрителей. Они ничего не чувствовали плохого и чувствовали, что все будет хорошо, потому что женщины возле сцены. Ну, я не знаю. У меня было ощущение, что будет то же, что было 30-го, только в большем масштабе. Угу. Что они решили перейти какую-то такую грань, именно такую человеческую, в которую мы не готовы даже психологически и исторически. Ну, это такие фантазии, конечно, то, что не случилось, но такие были ощущения. Ну, все когда-то бывает первый раз. Поэтому, когда зазвонили колокола, было немножечко... Жутковато. Жутковато. Ну, классно. Потому что, ну, как бы я сидела... В эти дни просто очень ярко валили сайты с пыльной бачени. Очень ярко. То есть, когда ты сидишь и понимаешь, что ты никакую... То есть, происходит событие, которое ты вещаешь его, а то место, куда ты вещаешь, оно исчезает просто из пространства. И ты ничего не можешь сделать. И мы просто специально еще наняли хакера, который работал на защиту. Который просто сидел и по ночам... Я не хочу говорить, сколько это стоит. Да. Который работал, чисто, на защиту. Ну, вот. А после этого события мы переделали сайты. И главное, что это стало выглядеть по-другому, но нас не перестали досить. Особенно в те дни, когда почему-то эти... Ну, нас досят, когда происходят какие-то публикации конкретные или когда происходят какие-то движухи и события. То есть, только мы 100% обещаем. Вот. То есть, четко понятно, что в этот момент эта сила не хочет быть прозрачной. Вот не хочет она. И... И... Нас... Нас валят. Поэтому... В этот момент мы все не спали. То есть, вся команда не спала. И четыре человека были с камерами. Человек десять сидела и мониторила все пространство, что происходило для того, чтобы выцепить все сообщения. Еще три человека старались сформировать какие-то новости, сообщения. Нас полчаса хотя бы, чтобы это поместить. Хотя бы на фейсбуке, чтобы эта информация разошлась. И еще несколько человек, там, сидели и пытались возобновить сайт. После того, как мы потеряли надежду, что сайт будет возобновлен, мы просто начали раскидывать по интернету прямые ссылки на все наши камеры. То есть, навещали. Ну, ваше за ваших усилий, все еще, оберегая. Да. В том числе и за... Благодаря вам это все, как бы, разрешилось хорошо. Ну, они испугались. Потому что из-за того, что, ну, как бы, я, я, честно скажу, я сидела и просто бомбила все свои контакты в международных сферах, таких немножко есть. Прямыми ссылками на юстрим. Вот. А потом в 3 или в 4 часа ночи появилась заява посла штатов. Да, я помню. Мы читали с СССР. Ага. Вот. И я просто отправила при СССР. Читали с СССР из штатов и ЭШ там читали. И вот этим пошли заявы, и они откатились. Вот. То есть, на самом деле, эту ночь мы не спали. А я не спала, все, кто не спил. Ну, самое... Мне еще интересна такая деталь, что даже после заяв посла и Кэтрин Эштон, которая смотрела это все, продолжала смотреть в 3 часа, в 4, все, как она заявила, после того, как это все в прайм-тайме все прошло в Америке в живом времени, они продолжали штурм, и мы продолжали, что мы говорим про в спилке. Я пошел уже домой, потому что мне казалось, что... Я не был у экрана. Я не знал, что там еще что происходит. Нам казалось, что они просто остановились и будут стоять. Я пошел спать где-то в 6, лег в 7. И я не мог поверить, когда я проснулся в 9 утра, где где-то вот говорят, что... Я первую ночь, когда прочитал, я думал, первую ночь, когда прочитал, что супер Майдан... И он быстро... В первую ночь пришел, начался штурм КМДА. Это просто было невероятно, насколько это была очевидная провальная операция с их стороны. Это было понятно, когда люди начали подходить с Европейской площади, вот этот поток людей, который стал маленькими-маленькими-маленькими, такими как муравьи, текли к Майдану. И потом, когда через час уже был Майдан заполнен, там уже было 20 тысяч рублей. Было сначала там, может, 2 тысячи или 5, может, совсем. А потом там было много людей. И когда уже пришли эти люди, когда было много людей, когда отмели... вернее, отступил Беркут с институтской... Казалось, что все, а я же там все. Дальше победа. Было какое-то такое ощущение победы. И они все равно штурмовали КМДА, там, горской милиционеров. Вот эта вот загадочная, как бы, загадка президентской души глубокой. Что это значит? Как это можно растягивать? Зачем это делать? Понимаете. Я думаю, что никто не ответит на этот вопрос. Пока никто не может. Когда-нибудь он нам расскажет. В общем, ситуация в том, что... Я думаю, что таких, как ты, и таких, как я, достаточно много. Я думаю, что это очень яркий представитель тех киевлян, которые и есть те люди, которые сознательные граждане, которым не все равно. нам пытаются там с российских телеканалов показать лицо протеста, как непонятно, там, как выглядящие, там, каких-то бомжей находят российские телеканалы или специально приводят за собой, как они... Кстати, 30-го числа, вот, перед штурмом, еще один момент такой из опыта с пивным батюшем, и я не хочу переводить на тебя, потому что я ужасно выгляжу после рабочих суток. А я просто ужасно выгляжу. Вот, но... Еще один момент, который мы поймали, это то, что российский, один из российских телеканалов, который... Ну, у них было написано «Мир» на... Или это был НТВ «Мир», или кто это был, я не знаю. Но они пришли вместе с какими-то бомжами, извините, вот туда, вот Стеллу, они их рассадили, дали им бутылку с водкой. А они кто? Телеканал. А телеканал? И они снимали это все. И они делали просто постановку, и потом это все было в эфирах. То есть это все делалось вот таким вот образом, очень топором. Вот. Ну, то есть, лицо протеста в Киеве на самом деле совершенно другое. Вот еще одно милое лицо. Вопрос всем, почему США и Европа не ввела санкции. Санкции, на самом деле, появляются после того, как есть какие-то действия в судебном процессе. Вот как дело Магнитского, это уже дело Магнитского, это уже судебный процесс. Это уже доказанные факты коррупции или участие в противоправных действиях конкретных чиновников. У нас нету дела. У нас нету прецедента в юридическом поле, которое бы дало право странам ввести к подобной санкции. Как только, там, против Януковича или кому-то из его окружения, или тех людей, которых мы называем, там, как власти, будут такие процессы, если они будут, то есть украинцы их санкционируют, эти процессы. Тогда только возможны санкции. На самом деле в юридическом поле они не могут иначе сейчас поступить. Я ещё думаю, что просто они же борются за демократию, как-то им нужно демократический лагерь расширять, и не нужно закрывать нас. Если они сделают санкции, нам будет гораздо… Без нашего участия санкции невозможно. Да, но я имею в виду про всякие политические решения, или там, скажем, даже если бы было наше участие, всё-таки важнее оставаться открытым в Европе и Америке, даже с той властью, которая есть, возможно, хоть это странно, но как-то изменить их лучше и мирным способом, не знаю, как это сделать, неважно, это уже другой вопрос, чем отрезать Енуковича, спровоцировать какой-то его, ещё большую глубокость сближения с Россией. Мне кажется, санкции, они как раз бы были бы немножечко плохой идеей. Правильно? Да. Ну, они бы показали, что тот мир, как бы, оказывается… Ну, с другой стороны… Оказывается, официально власти. Мне кажется, с Беларуси, например, это уже просто факт не был, когда Лукашенко уже сделал всё, чтобы… Переступил все грани. …все грани. И сделала Магнитская. Ну, там, понятно, тоже было. В России всё-таки она… Её не надо… Я не думаю, что там, ведь, это превращает, превращает, знаешь, какая-то задача, чтобы Россия была в ЕС или в НАТО, правильно? Но Украина всё-таки интереснее, как… Даже не то, что… Ну, понятно, но все это знают, правильно понимаешь? Демократия… Чем больше её умели, тем лучше. И всё-таки на нас ещё, наверное, надеюсь… Убирать, срывать официально с властями при… Это же большая политика, да, Докольская? Это же макрополитика. Тут не просто там… Они на нас обиделись и… Пойдут санкции, сейчас всё отрежут. Ну, так как был такой анекдот… Был ещё такой старый анекдот… Как изменить ситуацию? Два пути – реалистические, это если прилетят инопланетяне и как-то изменят, и фантастические, это если мы сами чему-то добьёмся. Я хочу сказать, что поскольку у нас… Поскольку у нас такой… Вот ещё одно лицо протеста. Вот, абсолютно интеллигентное лицо протеста. Девушка, которая работает на кухне волонтёром. Расскажи что-нибудь. А потом расскажу свой стон. Окей. Ну, я могу рассказать, что мы с компанией просто вот друзей, знакомых, собрались и решили, что…